Уважаемые слушатели Тьезитви, сегодня поднимаем важный вопрос о том, что 100 лет назад В Владивосток приезжал уважаемый товарищ Хо Ши Мин Недавно по этому случаю генеральное консульство Социалистической Республики Вьетнам проводило встречу И приглашало левых активистов, представителей общества Вьетнамско-российской дружбы Которая существует в Приморском крае с 1971 года На этой встрече присутствовал я, выступал уважаемый генеральный консул Который рассказал и сделал показ фотографий о приезде Хо Ши Мина в Владивосток А также Советский Союз Выступал представитель общества Российско-Вьетнамской дружбы Рассказывал, как это общество зарождало здесь в Приморском крае Что изначально основывалось оно работниками дайзавода И налажило наши важные взаимоотношения между нашими странами Непосредственно перейдем к сегодняшнему докладу Посвященную товарищу Хо Ши Мину Чего настоящее имя Нгуэн Шин Кунг Хо Ши Мин родился 19 мая 1890 года в провинции Нгуэн При рождении ему было дано имя Нгуэн Шин Кунг Его отец Нгуэн Шин Шак был самым разорванным человеком в деревне И даже приглашался на должность начальника уезда В 1911 году Хо Ши Мин под вымышленным именем поступил на поход матросов В первые годы своих странствий он посетил Америку и Европу В 1916-1923 годах он жил в США, в рекордании Франции В 1923 году по приглашению Коминтерна он приехал из Парижа в Москву Отметив, что пропуск в СССР ему был выписан на другое имя Поэтому ехать ему пришлось через Германию 30 июня 1923 года он на пароходе прибыл в Петроград, а затем поездил в Москву В этом году, в 2024 году, отмечается столетий юбилейца дня первого посещения Хо Ши Мином в Владивостоке В 1924 году по пути на пятый съезд Коммунистического интернационала Будущий лидер Социалистической республики Вьетнам побывал в Владивостоке Одним из примечательных фактов считается написание им гостиницы Версаль Статьи проблемы Азии, которые были прикованы в 1925 году Будущий революционером в Хо Ши Мин приезжал в Владивосток три раза В 1924 году, 1927 и 1934 году В честь этого в Владивостоке недавно был открыт даже сквер имени Хо Ши Мина, где установлен ему памятник Хо Ши Мин, последователь мархизма-линизма, говорил Когда русский народ успешно совершил пролетарскую революцию, вьетнамский народ все еще утопал в глубоком мраке рабства Несмотря на постоянную борьбу против империализма и их приспешников, патриотическое движение феодального и буржуазного толка в Вьетнаме не соответствует чаяниям большинства трудящихся После десятилетнего проживания за рубежом в поисках пути спасения родины В июле 1920 года Хо Ши Мин познакомился с первоначальными набросками тезисов по национальному и колониям вопросу Вадима Ильича Ленина В тезисах были указаны основные пути революционного движения в колониям и независимых странах Что задавало ответ на вопрос, постоянно оставшийся перед Хо Ши Мином О пути завоевания национального независимости и свободы народа Вьетнама Он писал в письме на французском языке в адрес коммунистического интернационала В котором говорилось, что эти тезисы оказали огромное влияние на формирование глумевоззрений И помогли ему сделать выбор, решительно присоединившись к третьему интернационалу Хо Ши Мин подтвердил, что для спасения страны и освобождения нации Не может быть никакого иного пути, кроме пролетарской революции Этот путь, который связывает национальную независимость с социализмом Вьетнам скроется с тенденциями времени Начал он с путь с честного русской коммунистической партии Вступившей в нее в 1920 году В составе которого он организует будущее индокитайское крыло Которое в 1930 году перерастет и станет коммунистической партией Вьетнама и коммунистической партией Индокитая В 1941 году он выступил в качестве создателя Лиги независимого Вьетнама Витмин Для борьбы с японскими и вишинскими оккупацией В 1945 году руководил августской революцией С 19 августа 1945 года по 30 сентября 1969 года Первый президент Социалистической Республики Вьетнам И создатель Национального фронта освобождения Южного Вьетнама Верховный главнокомандующий вооруженных сил во Вьетнамской войне С самого начала, после приезда Кошимина в СССР, российско-вьетнамские отношения Привыли характер отношений с особой солидарностью В 1923-1924 годах в Москве было проведено большое число различных международных форумов Пятый конгресс коминтерна Третий конгресс профсоюзного интернационала Первый конференция крестьянского интернационала Четвертый конгресс коммунистического интернационала молодежи Первый конференция международной организации помощи по профессиональной революции На всех этих мероприятиях представители народа Индокитая приглашались в качестве полноправных участников, где в том числе Хо Ши Мин мог выступить с политическими мечами и принимать участие в голосовании. Более того, по итогам работы конференции крестьянского интернационала Хо Ши Мин был избран в руководящие органы азиатских стран. Кстати, по этой причине он и пребывал на Данний Восток и Владивосток, как представитель Каминтерна, отвечающий за взаимодействие с азиатскими странами. Хо Ши Мин умер 2 сентября 1969 года, населился в 79-м году жизни. Он похоронен в Ханои, в возле Хо Ши Минов, на площади Ба-Динь. Хо Ши Мин написал множество работ, и вот некоторые из них, которые могут самостоятельно ознакомиться наши слушатели. Хо Ши Мин – расовая ненависть. Хо Ши Мин – вьетнамская женщина и французское господство. Мой путь к ленинизму – ленинизм и освобождение угнетонных народов. О ленине ленинизме нерушимости советской вьетнамской дружбы. Хо Ши Мин – законы войны Сунцзы. В целом, можно сказать, что Хо Ши Мин проделал тяжелый и трудный путь в борьбе за независимость вьетнамского народа. Как видно из его биографии, именно, и как подчеркнул на встрече, посвященной к статье приезда Хо Ши Мина в Владивосток, на идеи Хо Ши Мина повлияли идеи Владимира Ленина, идеи партии большевиков и Октябрьской революции, которая показала, что угнетенные народы имеют право на независимость, имеют право на борьбу за свои свободы и оставление своих возможностей идти иным путем. Протому повел в том числе и товарищ Хо Ши Мин вьетнамский народ, добившись сначала его независимости, а затем и отстояв несколько раз его в тяжелой борьбе от оккупантов. Я бы добавил, наверное, еще пару моментов. По поводу парка Хо Ши Мина, он у нас находится на остановке Спортивной, в сторону Тихой, все желающие могут зайти посмотреть, там очень красивый памятник, за ним ухаживают, цветы постоянно возлагают. Вообще у Хо Ши Мина много общего с Владивостоком, да, опять же, во время Американо-Вьетнамской войны от нас тут очень активно и Тихоокеанский флот участвовал, и Аляция наша с ними плотно очень взаимодействовала. В Вьетнамской войне у нас есть тоже дельный памятник, посвященный средней жертве официальной войны. Ну, наверное, самое главное, что стоит добавить, по поводу того, что почему Хо Ши Мин, хотя и был вьетнамцем, но находился во французской коммунистической партии и писал на французском. В то время Вьетнам был как раз колонией Франции и сохранялся в таком статусе вплоть до после Второй мировой войны. До 50-го какого-то года. Да, до 50-го какого-то года. Я помню, что уже после, так сказать. Ну, после ухода француза туда пришли на помощь, так называемую, политисту Южного Вьетнама, уже американские начались советники, а потом непосредственные войска, которые тоже, как бы, организовали, можно сказать так, свою агрессию против вьетнамского народа, применяя в том числе и химическое оружие, как известно, сжигая леса. И там до сих пор есть последствия этой самой ужасной агрессии. Но все же в этих условиях Хуршимин смог сплотить народ. И в конечном итоге маленький Вьетнам смог победить большую неполистическое государство. То, кстати, да, насчет тоже такого момента по поводу французов. Обычно французы воспринимаются как такие добродушные эстеты. Их почетный легион, ой, иностранный легион, это что-то типа почетного легиона у нас каждый раз воспринимается. Но, по сути, это в иностранном легионе на тот момент, как раз после Второй мировой, было очень много бывших эсэсовцев, которых туда прятали от европейских, так сказать, государств, которые их преследовали. И, соответственно, иностранный легион вел себя в Вьетнаме очень специфически. И, соответственно, народ не просто так поднялся на борьбу. Их к этому прежде всего вынудили банальными зверствами. Просто убивая миг направо и налево рабочему классу и крестьянам, Вьетнаму больше ничего не оставалось как возглавить, так сказать, собраться и начать антиимпериалистическую войну, гражданскую войну. И бороться с интервентами. А штаты, если, получается, туда лезли, уже потом поддерживают все это дезократия для повреждения. Ну, тут не зря некоторые источники называют Хошимина Лениным Юго-Восточной Азии. И даже кто-то из-за делов сравнивает его с Чи Геварой. Тоже есть такие вот сравнения, что как бы оба боролись с несправедливостью, оба отчасти боролись за независимость своего государства, в том числе и от американцев. Оба стояли на позициях близких к Вадиму Ювичу Ленину. В этом плане неплохо бы нам на кружке как-нибудь еще Хошимина разобрать, потому что мы много кого брали. Даже Холджи, Драйз, Олбарин как-то был на разбой. А тут Хошимин как-то ни разу не выпадал. Тут, наверное, надо будет оставить комментарии, пусть товарищи напишут. Если им это интересно, то можно поднять. Я не зря привел, что у Хошимина есть ряд работ. Могу снова их озвучить. Это Хошимин – расовая ненависть. Статья 1922 года. Хошимин – вьетнамские женщины и французское господство. Статья тоже 1922 года. Мой путь к ленинизму 60-х годов. Ленин и освобождение уединенных народов тоже 60-го года. О Ленине, ленинизме и нерушимости советской ведьмашей дружбы. Хошимин и законы войны Сунзи. Кстати, тут еще можно отметить, что Хошимин изучал и китайских теоретиков древности по ведению войны. Возможно, это тоже сказалось на его, так сказать, жизненном пути, жизненной необходимости. Потому что данная статья написана в 1945-1946 год. И многие методики, которые применял и вьетнамский народ в борьбе своей, и философии, использовавшие части, возможно, и тоже из искусства войны Сунзи. Ну, там у них сложно разобраться, где кончается Китай и где начинается Китай. Ну, тоже, да. Тем не менее, мы Мао как-то брали, а вот Хошимин у нас не было. Работы ни одной я часто не читал, но, судя по названию, очень интересно. Было бы, что про расовый вопрос очень интересно, что про женщины эксплуатацию. Было бы тоже неплохо разобрать какую их работу. Ну, тут хочется на последок еще отметить, что все это у нас подняло этот вопрос. К сожалению, это наш, наверное, мы упустили этот момент, что только благодаря генеральному конкурсу Статистической Республики Вьетнама во Львовстоке, которая в том числе занимается напоминанием этих важных даток в 100-летие, не только напоминание, а также то, что они отметили влияние Ленина на Хошимина, наверное, это тоже сподвигло нас необходимость рассказать о том, что он здесь был. И, возможно, на будущее рассказать о его работах, если, опять же, товарищи это будет интересно. Так, ну, сегодня у нас по техническим причинам видеозаписи нету. Точнее, стрима нету, вопросов с чата нету. Поэтому, если вопросов товарищу нет, мы можем заданчивать, да? Ну, я думаю, что в чате вопрос мы же видео уложим. И пусть там напишут, если кому-то будет интересна какая-то работа. Давайте попробуем здесь ее разобрать. Потому что я не знаю, большие этой статьи нет, честно, тоже не читал их, не могу сказать. Ну, я не думаю, что прям они очень большие. Ну, в пределах как бы это... Ну, если статья, значит объем не очень большой. Да. Ну, попросим товарища тогда в комментариях отписаться. Мы всегда на всех комментариях отвечаем. На этом тогда, наверное, пока сегодня все. Все, спасибо всем, товарищи. Ждем в комментариях предложения.